добрый день дорогие мои у нас начался летний сезон и началась копка грядок у нас тяжелый вообще-то земля потому что здесь болото на болоте живем но что как говорится бог дал то и используем у каждого овоща свое место вообще там свое время наверно да ну тем не менее можно использовать и как место а я расскажу сегодня интересную вещь которая опять случилась во сне и она про воду вот якобы здесь вот рядышком с нашим крыльцом стоят каких-то два мужика я иду от бани и вдруг слышу голос своего отца отец в 1972 году уже ушел который говорит миш ведь вода правда необычное существо и я такой ну да конечно и вроде я должен рассказать этим мужикам какое вода необычное существо я начинаю говорить что вода действительно это уникальный минерал что этот минерал несет информации вдруг я понимаю что вопрос то не о том какое вещество а вопрос о том какое существо то есть отец сказал вода необычное существо вода необычное существо я задумался а действительно ведь если мы читаем библию то вода живое существо она по велению божьему произвела всех морских жителей там же так и сказано что земля произвела вода всех жителей земли а вода всех жителей воды рыб и гадов и тогда может ли она производить существа если сама не существу естественно нет тем более что у нее дух святой в помощниках он над водой помните носился над водой и таким образом видимо через нее дух святой жизнь этим гадам рыбам и всему живому воде и давал но тогда что получается если мы с вами с этой точки зрения подойдем к воде а получается то что мы тоже являемся частью сущности воды поскольку в нас ну вот я уже там пожилой человек во мне воды где-то 87 процентов в ребенке вообще воды 90 92 процента и поэтому если хорошенечко разбираться том это водяной мешок который при этом еще чё-то двигается чё-то рассуждает грядки копает и ведь тогда если мы подчиняемся этому закону что мы все являемся частью воды в нас свойства воды становится определяющими а свойства воды очень интересны ну по крайне мере ученые доказали что во первых вода действительно обладает большой информационность в нее можно заложить какие-то информации и самое то интересное что передается эта информация всей воде если она попала в какую-то ее часть поскольку вот когда берут так называемую освященную воду то ведь не только так которые в банке находятся вода освященные но и если вы возьмете одну капельку воды и отнесете ее в какое-то другое место и нальете в какую-то другую воду та же вода тоже считается освященной то есть она становится частью вот той воды которые была освещена подождите и самое интересное что она несет в куб функции этой освященной воды они же там вот опытом проверяли например брали зерно нормальные и его облучали высокой радиации так чтобы она вроде как бы плохо росло а сажали зерно не облученные которое было частью опыта сажали облученные зерно сажали в обычную воду и освященные воду и вот в обычной воде не облученная зерно вырастала неплохо ну как обычно облученные плохо не вырастала а в освященной воде зерно облученные вырастала как нормальные то есть как будто не было никакого облучения А зерно необлученное давало большие всходы, росло лучше. Таким образом, получается, опытом доказано, ты на камеру сыпешь. Прямо все на нее сейчас летело. Пониже опускай. Что освещение воды передает какую-то информацию этому растению. Оно получает ее и имеет другие свойства. Так вот, что за информация о освященной воды? Получается информация Духа Святаго. То есть получается божественная благодать в освященной воде. И эта благодать и является той, можно так сказать, информацией, которая нужна всему живому. За счет чего вода это все живое и плодит. Поэтому мы, когда говорим о том, что вода сущность необычная, вообще должны, видимо, рассматривать, что мы все, как часть этой воды, и есть общая сущность. Больше того, ведь они доказывали, что и передается по воде эта освященность, несмотря на то, где она находится. И вот это нас еще больше должно удивлять, поскольку тогда получается, где бы вы ни находились, моя водяная сущность с вами общается через воду. И общается достаточно активно. Вот такие размышления о сущности. Не, мне интересно было, что один мой ученый говорил, что воду еще правильно не использовали и не изучили. Ведь вода настолько, во-первых, стабильная молекула, а во-вторых, настолько она информационная молекула, поскольку в ней двигаются электроны и протоны, что в конечном итоге, вот он говорил, дойдут до того, что компьютеры будут делать на основании молекулы воды, поскольку в молекулы воды можно заложить информации больше, чем в суперкомпьютер. И самое интересное, что траектории этих электронов, протонов изменяемы. И вот это изменение, которое может сделать кто-то на основе своего освящения, они сохраняются навсегда. То есть святая вода, освященная, она все, она навсегда святая. То есть вот это изменение в этом движении этих электронов становится как определенная база для накопления информации. Вот такие размышления вызвал у меня сон. Я уже скопал назначенную грядку. Копаю я вот такой, сделал легкую лопаточку, и она хорошо работает. Все, про воду все. Сейчас я вам покажу, там просили поближе сныть показать. Сейчас я вам покажу эту сныть поближе, и мы еще раз поговорим о ее пользе. А пока все. Здоровья всем вам, радости. Аминь. ГОВОРЯТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok